Мы желаем доброго утра всем, кто только что к нам присоединился. Вы смотрите «Утренний экспресс». Он продолжается. Я тоже к вам присоединился. И сейчас начинается самое тёплое чаепитие, Александр. Да, дорогие друзья, благотворительную акцию под названием «Тёплое чаепитие» ежегодно проводит фонд «Мы вместе». И сегодня в наших гостях очаровательные прекрасные гости. Давайте знакомиться. Исполнительный директор фонда «Мы вместе» Ирина Луговых и специалист по связям с общественностью Кристина Тоскаева. Доброе утро. Доброе утро. Так, ну, в общем, начинайте общение. Я пока возьмусь за наполнение наших предложений. Для тех из наших зрителей, кто ещё не знаком, вдруг с акцией расскажите, чему она посвящена. Ну, шестой год проходит наша акция, благотворительная акция «Тёплое чаепитие». Проходит она весь февраль и посвящена она дате 15 февраля, это день борьбы с детским раком. И мы очень рады и счастливы, что эта акция стала уже традиционной, что она вошла в событийный календарь города, стал значимым событием в городе Екатеринбурге. За предыдущие пять лет было собрано более двух миллионов рублей, которые пошли на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Приняли участие более 600 людей, которые организовывали тёплое чаепитие в кругу семьи с близкими, знакомыми. И в прошлом году мы собрали более полумиллиона рублей, которые тоже были направлены на наши программы помощи детям с онкологическими заболеваниями. Это помощь в оплате билетов до места лечения и социальное такси. Ну, принять участие в акции не только просто, но ещё и приятно. Расскажите, как это сделать можно? С 7 февраля, с вчерашнего дня по 7 марта каждый желающий может собраться в тёплом кругу близких людей, семьи, друзей, коллег за чашечкой вкусного чая, кофе, неважно, с конфетками, сделать фотографию и разместить у себя в социальных сетях на любой странице с хэштегом «Тёплое чаепитие». И пожертвовать любую сумму на помощь детям на сайте фонда. Так, хорошо. Скажите, пожалуйста, какие-то итоги с прошлых лет, самые главные, которые можно подчеркнуть? Расскажите, если кто-то нас видит первый раз. Ну, ещё раз подчеркну, что эта акция посвящена помощи детям с онкологическими заболеваниями. Это вообще основное направление работы фонда. И в течение всего февраля мы стараемся привлечь как можно больше внимания к этим проблемам, помочь как можно большему количеству детей и в том числе сделать ещё какие-то приятные вещи для детей, которые сейчас проходят длительное лечение. И вот, например, в этом году мы предложили детям принять участие в таком творческом челлендже, нарисовать своих любимых врачей, медсестёр. Посмотрите, какие замечательные рисунки нарисовали ребята, которые, безусловно, будут отмечены. Мы подарим им замечательные подарки, творческие наборы, чтобы они могли отвлечься от больничных будней и, в общем, получить какие-то ещё минуты радости. В этом году мы собираем средства, благотворительные средства для помощи годовалой Катюше Полуэктовой, которая сейчас проходит лечение, готовится к пересадке костного мозга. У девочки младенческий лейкоз. И на самом деле уже две трети необходимой суммы собрано. Ей нужен незарегистрированный в России противоопухолевый лекарственный препарат. И мы очень надеемся, что в рамках нашей благотворительной акции мы сможем закрыть этот сбор. И вторая потребность – это сбор средств на взнос для членства в международной организации поиска доноров костного мозга. До какого числа нужно успевать, если да? До 7 марта. Но если кто-то желает позже присоединиться, мы всегда за, всегда очень это приветствуем. Вот сейчас уже начали мы 7 февраля, но люди начали фотографии на свои присылать и выставлять раньше, уже в конце января. Это очень приятно, что нас поддерживают. Очень давно знают про нашу акцию в городе и за пределами Екатеринбурга. На самом деле это очень приятно. И такая возможность объединиться в кругу близких людей и собраться. А если по какой-то причине люди, ну, у них нет возможности выложить фотографию, можно просто присоединиться к акции пожертвовав? Да, да. Ну, можно на самом деле. Фотографии у нас бывает так, что люди не хотят размещать, они отправляют нам, и мы размещаем у себя на наших страницах в социальных сетях отметка «Теплое чаепитие». И мы, конечно, хотим поблагодарить всех друзей, которые все эти годы поддерживают нашу благотворительную акцию, и не только эту, а вообще в течение года. И мы хотим поблагодарить всех людей, которые уже присоединились или назначили дату, когда они организуют «Теплое чаепитие». Действительно, каждый наш вклад приближает момент выздоровления ребенка. Это очень-очень важно. Это то, для чего, собственно, фонд существует, для чего мы работаем. А я правильно понимаю, что акция стартовала буквально день назад? Да, вчера. И уже кто-то успел к ней присоединиться? Да, уже присоединяются, уже с января. Это очень приятно. Ждут, уже спрашивают, интересуются, когда начнется наша замечательная акция, посвященная помощи детям. Я хочу сказать, что, безусловно, мы рады, что мы находим такое количество поддержки, столько людей присоединяются к акции, потому что, конечно, процесс лечения ребят с онкологическими заболеваниями, он очень длительный, непростой. Конечно, когда слышишь от 6-летнего ребенка словосочетание, допустим, фолиевая кислота и то, что он знает режим приема лекарственных препаратов, ты понимаешь этот момент, что 6-летний ребенок должен жить совершенно другими категориями и думать о другом. Но, к сожалению, это так. Если мы можем вместе сделать так, чтобы приблизить этот момент выздоровления, для того, чтобы сделать процесс лечения более комфортным, то, конечно, мы должны это сделать. Призываем всех поучаствовать в акции «Теплое чаепитие», запоминаете хэштег, выкладываете фотографии. И вообще запланируйте на один из вечеров такое «Теплое чаепитие», выкладываете фотографию и... И приходите к нам за магнитиками, памятниками. Да, кстати говоря, мы тоже хотим продемонстрировать. Вот такие магнитики сегодня нам, кстати, принесли. Обращаю ваше внимание на симпатичного котика и на хэштег «Теплое чаепитие». Друзья, надеемся, что вы услышали всю эту информацию и не останетесь равнодушными. В общем, всех призываем присоединяться.